очень интересный цепятый не хочет запускать старый древний мамонт предстоит мне здесь поменять ремень грим коллектора еще что там приговорили выхлопные видел много конечно ну вот там вот внизу над огромная голова лежит что она там делает и трется об шкив коленвала открутив вискомуфту я достал эту головку но видно что она очень-очень давно здесь шкив коленвала уже протер тут место и ремешок натер еще там трубки кондиционера и вот там вот там она была красота рада мне тут мастерскую обновочки пришли уже я попользовался немножко но об этом позже гайковерт бесщеточный заявленная 1200 не тонн вас а и наверное может мое произношение неправильно но вот так литиум electric tool два аккумулятора в комплекте 6 ампер и головки у нас 19 тонкостенная 17 тонкостенная 21 тонкостенная тут они угадали с размерами есть даже штифты и резинки на фиксирование головок зарядка два аккумулятора есть будем тестить покажу дальше болгарин тоже бесщеточный и у нас 10000 оборотов 20 вольт 125 круг 2 аккумулятора зарядка аккумуляторы по 4 ампер кстати три режима работы на болгарке медленный средний и на всю сеточек защитных нет минус и еще она шумная очень на мой взгляд но может преработать осторожно уши но вот этой головкой не могли скиф коленвала крутить здесь на 24 многогранная а это 36 это газель блин видно грэм свеженький более-менее но подшипник уже выбрасывает смазку здесь у нас чудеса кондиционер он не заправлен даже будем по меткам совпало бы тут гуталин гуталин такой что ух красота еще хотел сказать почему я всегда рекомендую поменять все сальники распредвалов вот течет этот не течет не влажный но все равно вот течет сальник здесь запотевание скоро начнется тоже поэтому если сюда влезть нужно поменять все сальнички все прокладочки термостат обязательно и забыть на 100 тысяч 100 тысяч пробега для этого грм это нормально главное поменять все потому что сейчас не поменяем вот этот сальник поменяем ремень потечет 5 меняем помпа точно также вот и все надо менять все все и сразу клиенту тут делали выхлоп не у меня сальник хвостовика течет здесь даже не снималась ленды как будто новые тут течет патрубок как раздуло вот нормальный диаметр его тут он гусь такой стал красота так здесь вот на коллекторе обломаны уши поэтому коллектора меняем клиент привез душные коллектора и на них шпилечки короче шпилечки я буду менять скорее всего такие шпильки я не поставлю так мне еще интересует интересно здесь прокладка какая-то ставится или нет ну так в общем хорошо что снял мотор тут еще работы подушка в хлам коробки здесь тоже трещины ну и так далее еще обслужим стартер будем делать капитально а да пока вспомнил датчик коленвала обломали ставили но не так интересно интересно вот это это тоже датчик коленвала ну как обычно все течет потому что никто это не обслуживал автоматизированный процесс все шпильки выкрутил грубо с легкостью почти одна я уже тут до меня уже тут кто-то был судя по резьбе которой нет обломалась глубоко будем наверно сверлить что делать вот что значит варили выхлоп отменяли гофру пламя газ уставили красота когда был поломан выпускной коллектор к нему прикрутили абы как теперь это сошлась сторона нормально да ну правда тут зазоры по ходу бить будет это я еще подыму подрамник хотя она вместе подымется а эта сторона все уперлась не сходится не сходится блин не сходится вот теперь переваривать мне необходимо вылечить вот эту бяку поэтому пилим и вылечиваем сейчас я вас поставлю на штатив будете наблюдать так и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Беда у меня с электричеством совсем беда, даже сварочность спотыкается. По итогу я тут насерал. Зазор тут есть хороший, тут теперь есть нормальный. И гафра стоит ровно, более-менее хорошо. Из того, что было, это более-менее отлично. Заусенцы поубирать. Ну, а болгарка пока я пользовался, ни разу даже не закусила. Есть ли у нее защита вообще срабатывания? О, у нас тут смазку выбрасывает, да, получается. 125-й круг, конечно, для таких работ, как я сейчас делал, слабоват, маловат. Ну, мне пока нравится. Будем тестить дальше. Ну что, испытаем. Ну, так просто на колесах. Хотя я не сомневаюсь, что колеса-то открутят. Так, задачка посложнее, посложнее. Чуть посопротивлялся, но открутил. Блин, здоровенный. Не везде подлезешь. Самое для меня интересное, это болт Шуза. Прикольно. Ну что, я мамонта оживил. Немножко подлатал. Немноженько. Будет жить. А у нас Q7, опять она. Проблема такая. А, сейчас покажу даже. У нас стоит сигнализация. Высаживает батарейки в брелке. Что это за сигнализация? Ну, пандора, скорее всего. Надо ее удалить. Не дает запуск. Я тут начал уже ковыряться. Вот интересно, почему у нас датчик температуры был в салоне. Скорее всего, на прогретую печку. Вот провод ушел куда-то. Куда-то ушел. Вот главный блок я нашел. Вот она. Красота. И провода ушли. Ушли, 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 ушли в центральный блок предохранителей. Там сейчас буду наводить порядок. Тихо. Потому что что? Потому что... Здесь у нас центральные блоки предохранителей. Наделали вот таких вот делов. Тут, скорее всего, стоит диод. Тут раз. Вот реле. Ну, сейчас она не запускается вообще. Два куда-то провода. Скорее всего, на ЭБУ. В ту сторону пошел. Это надо все восстановить. Вот диод на реле ушки стоит. Короче, это надо все вытащить. Аккуратно собрать это все. Чтобы она у меня запускалась. Сейчас она у меня вообще не включает зажигание. Никто тут ничего не спаивал. Все вот так. Вот этот интересный провод. Вот я его остановил уже. Вот что там было. Я думал, там диод стоит. А зачем такое художество наращивали? Непонятно. Ну, короче, потихоньку разбираемся. Будет интересно. Ждите включения. Кстати, давно я не сталкивался с грамотной установкой сигнализации. Но особенно в салоне. Блок найти было проблематично. Все прям красиво по штату было расположено. Все обалденно. Я думал, где же она может стоять. Но выдала вот эта вот кнопочка. Которая была на видном месте. Блоки предохранителей вот здесь. И, соответственно, по этому проводу я дошел до блока. Там все поменял. Все везде сделал. И еще даже закрутил сам корпус. Ну, этого блока предохранителей. Потому что он просто крышка была. Лежала, а болтов не было. Все это сделал. Все теперь она у меня запускается. Но эта сигнализация уже деактивирована. Разбираюсь я тут на кушке вот с этими ресничками. Что-то не светит. Правая светится, а вот левая нет. Не хочет. А тут было вот как. Вот. Это дополнительно вставили, я так понимаю. Но дело в том, что они без резиночек. Без резиновых уплотнений. Если вот разъем с резиновым уплотнением. Я отсюда беру пины. И переставляю. Полез я на другую сторону. И там тоже самое. Окисление нет резиновых уплотнений. Блин, ну если ставили, что-нибудь резинки сюда не поставить. Загерметизировать все. Сейчас мы и здесь изменим. Сделаем. Та уже работает. Надо включить вам показать, да? Сейчас включим, покажем. Как они тут светятся. Опа. Вот так светится. Я еще тут решил восстановить туманки. Вот эта туманка не горела. Противо туманка. Из ней стоял ксенон. Я выбросил, поставил обычную бошевскую, аж седьмую лампу. Думаю, ну, раз здесь сделал, надо сделать. И на другой стороне, на другой стороне, в принципе, все то же самое было. Дырка, я запаял, все. Но здесь восстанавливать нечего, потому что здесь даже нет разъемов туманки под лампу. И сама туманка выглядит печально. Противотуманная фара. Как она работает, еще я вот не знаю. Но она работает. О, правая. Ксенон работает. Ну, а левая будет обычная. Зато ошибки не будет показывать полевой противотуманной фары. Решили все-таки поменять правую ПТФ. Новая ПТФ, все, лампочка. Полез я. Вот она старая. Удалил я. У нее. Но. Питание было вот так подключено. Вот я полез, полез. Отсюда. Сюда. Вот. Сюда дошел. Это я уже бросил новую термоусадку. И открыл ящик Пандоры. Это все в изоленте. Без термоусадки. И вот пошевелил. Вот. Такое вот. Вот этот зелень была. Вот. Провода. Вот. Дочек парковки. Я массу вырезал. Аж до сюда дошел. Потому что была сгнившая. Потому что вот. Раз. Там два. Там перетерто. Тут все окисленно. Короче, я открыл ящик Пандоры. Теперь не знаю, что с этим делать. Либо это все восстанавливать. Либо оставлять так. Это бомба замедленного действия. Это все надо вырезать. И по новой делать. Шкода. 1,3 мотор. Меняю помпу. Помпа потекла. Блин. Тут все так засрано. Да. Это я еще продул. Тут и выдувалась. Жесть. Ну, мыть сейчас еще. Пока не. Не позволяет погода, здоровье свое дороже. Так. Помпа. Помпа идет у нас. Вот она сама помпа. Помпа еще живая. Но. Но. Машина начала не греться. Потом перегреваться. И вон оно. В блоке здесь управления помпой. У нас антифриз. Тут слепя антифриза. Короче. Блок накрылся. И вот его разъем. Во. И вот его разъем. Сейчас будем смотреть. Это я достал уже проводку. Долезть. Ну, чтобы не там это все делать. В глубине. И вот сейчас будем это все отмывать. Чистить. Смотреть живые пины. И антифриз такой едучий. Он мог уйти хрен знает куда. Да. Грязно. 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 Ну и вот такие пины у нас в разъемах. Вот. Отмывать тут что-то бесполезно. Все я поменял. Все новенькое, чистенькое. Все заизолировал. И надо все собирать на место. Поменял я еще прокладку под клапанной крышкой. Ну, не клапанная. Крышку фазовращателей. Все прокладочки поменял. Потому что, ну, здесь болезнь внизу начинает соплевить. Ну, и тут началось. Куда не полезь. Оп. Окисление тоже. Начало распиновывать. Оторвалось. О, какая красота. Главное, зелень такая. Антифриз, походу, пошел. Ну, не похоже. Но все равно. Надо восстанавливать. Вот это я-то восстановлю. Разъемы я уже пины нашел. Все классно. Ну, вот тут вот. Я не знаю. Сейчас будем посмотреть. Ну, по идее, по-хорошему, в принципе. Тут, блин, пробег. Кстати, надо посмотреть пробег что-то около 180 тысяч, по-моему. И я здесь везде первый. Везде. Абсолютно везде. Так что это плановая замена помпы. Помпа еще дольше отходила, если бы не электроника. 163 тысячи 500 километров, грубо. А вот и у нас были ошибки. Недостаточно охлаждения двигателя. У нас еще датчик положения заслона впускных паналов ругается. Так, это мы удалим сейчас. И посмотрим. А, надо прокачать систему. Будем сейчас прокачивать систему и сделать запуск. Патрубок новый, е-мое. И давление я тут дал маленькое. Это у нас температура двигателя. А это уже на выходе из радиатора. И вот он открывает термостат электронно. Постепенно так открывает. На большой круг. Вот что значит умная помпа. Которая сама себе регулирует все эти шиберные зацовы и все. Температура репетирует обалденно. Прогрел, прогнал. Все. Уровень выставил. До включения вентиляторов. Термостат. Все отлично. Все работает. Но у нас ругается еще на датчик положения заслонок впускных. Но это, наверное, разбираться мы в этот раз не будем. Потом будет видно. Но у меня все с этой машинкой. Кровь она у меня попила. Капитально. Я тут Audi Q7 очередную дымлю. Но она держит все. Классно. Все отлично. Нагнетает хорошо. Но еще сделал компьютерную диагностику. И посмотрел, что по вихревым заслонкам ошибка. И мы видим вылетевшую тягу с основанием управления вихревыми заслонками. Но самое интересное, что отсюда не травит воздух. Он держит нормально. Еще клиент попросил разобраться что-то с ремнями. Короче, если не указывает, пристегнут ли водитель или не пристегнут. Так, я добрался до разъема самой застежки. Да? Сейчас контролька не по щит. Вставляем. Никого нет. А так, контролька рабочая. Так, во-первых, эта часть не рабочая, ответная ремня безопасности. Но самое интересное, что по диагностике он пишет, что водитель уже пристегнут. И по схеме я посмотрел, один провод идет на землю, а второй провод идет в блок аэрбэга. Надо прозвонить второй провод до блока аэрбэга, либо его прозвонить. Сейчас он замкнут на массу или нет. Либо кодировка неправильная. Вот у нас ремень водителя, да. Типа пристегнут, ремень пассажира нет. Правильно нет. Потому что он не пристегнут. Если мы пристегнем ремень пассажира... Блин, дотянуться бы. Так, я дотянулся до ремня пассажира. Ой, пристегиваю. Пристегнут. Отстегиваю. Отстегнут. А вот ремень водителя всегда пристегнут. Хотя... Свет. Я даже разъем снял. И вот он провод, который идет у нас на аэрбэг. На блок аэрбэга. Который фиксирует. И вот он типа мониторит. Все нормально. Но ремень у нас пристегнут. С ремнем безопасности я так и не разобрался. Не знаю, что там может быть. Интересная вещь. Еще и клиент жалуется, что она на холодную свистит. Как такой свист. Поэтому и опрессовывали впуск. Он думал, на впуске где-то дыра. А я думаю, что это выхлоп. Сейчас вот буду турбину диагностировать. И выхлопную часть. Я даже уже опрессовал систему в этот выхлоп. Через выхлопную трубу. Надувал. Ну блин, она здоровая. И результата не дало. Очень долго туда дыма напускал. А дыры не нашел никакой. Ну сейчас посмотрим. Есть у меня один лайфхак. Как это найти. Свист такой. Похожий как турбины. Запускай. Делай 2000. Вогон. Вот он и свист. Там еще. Вот он и свист интересный. На холодную. С турбины. Забыл еще рассказать. Если хотите подтвердить, что свист именно с турбины, а не ВКГ, там и впуск, и все остальное, просто сактуотра снимаем. Фишку. И тогда он не будет при запуске геометрию выводить. А просто будет геометрия закрыта. И свиста не будет. А если поставить обратно фишечку и запустить, он геометрию потянет, геометрию откроет, будет свист. Вот и все. И сразу это район турбины. Ну вот теперь я и с ремнями разобрался. Теперь у меня ремень водителя состояние не пристегнут. Я там замкнул провода в разъеме, который идет к защелке. А если я разомкнул, то будет пристегнут. И вот оно получается на разрыв работает. Если ты не пристегнут, у тебя замыкание. А если пристегнут, размыкает контакты. Давайте попробуем сейчас разомкнуть, снять этот разъем, мою заглушку. И посмотрим, что изменится у нас на компьютере. Вот он разъем с самой защелки. А там мой еще разъем. Вот. Вот оно. Перемычка. Да достань. О, достал. И пристегнут ремень водителя. Ларчик просто открывался. Нужно менять защелку водительскую. И все. Все будет. Огонь. Вот эту вот защелочку поменять. Все будет хорошо. Никогда не занимался подобной вещью, но всегда хотел попробовать. У нас три болта. М8, М10, М12. Класс прочности. 8, 8, 10, 9, 10, 9. И сейчас мы гайковертом попробуем, на что он способен. Там заявленные у нас 1200. Вот посмотрим. Я пока у себя в мастерской не нашел болт, который он не открутил бы. А мы сейчас попробуем закрутить так до срыва. Посрывает он их или нет. Сейчас посмотрим. Первый болт М8. Поехали. Аккумулятор у нас полностью заряжен. Хотя иногда индикатор показывает не заряд аккумулятора, а погоду. Нет. Из тисков вырвал. Хорошо. Зажмем сильнее. Дайку мы провернули. Хорошо. А я хочу болт сломать. Хочу болт сломать. Провернули. Ладно. Давайте следующий. М10. Резьбу убили. Гайку провернул. М12. Опа. Затянули. М12 он не провернул. Что и требовало. Что я и ожидал, кстати. Откручиваем. Не, ну открутил смело. С динамометрическим ключом я делать не буду. У меня нет такого динамометрического ключа, чтобы затянуть 1200 ньютон. Но болтик порвало хорошо. Вот так держало. Горячий. М10 быстро он сорвал. Ну а М8 вообще говорить не приходится. Итак, все же я взял свой динамик. У меня максимально 210 ньютон. Сейчас мы затянем и попробуем открутить. Но я не сомневаюсь, что он открутит. 210 ньютон все-таки. Оп, я вас на штатив. 210 ньютон это все-таки не такое большое усилие, но все же. а я сорву сейчас болт. 210 ньютон. щелкай! Не щелкает. Не, я дальше сорву. Давай пробуем. Рубрика эксперимента, блин. Не, не затянет. Открутить. Открутил. Но я уже резьбу начал. Я уже резьбу начал срывать. Вот такие вот дела. Я вспомнил, что у меня затянуто с таким усилием. Анкеры подъемника. Вот теперь проверяем. 210 видно? 210. Скажете, что я откручиваю. Да, он его сорвал. Даже я не почувствовал. Анкер попробуем затянуть. Опа! Затянули. Теперь контрагай. Продолжаем рубрику испытаний. Теперь у нас полоса 4 миллиметра. Я вот мерил. Полоса листь металла 4 миллиметра. И нам нужно это просто так 40 сантиметров грубо отпилить. Вот сейчас мы посмотрим новый диск 125 08. Аккумулятор заряженный. У них иногда приколы бывают. Они перегреваются, аккумуляторы. Раз! И все. Индикатор не показывает. Потом постоит 5 минут. Все нормально. Опять полностью заряженный. Поэтому что-то я не разобрался. Индикатор погоду показывает, но не заряд. Сейчас на штатив ставим и пилим. Во! Продолжение следует... По итогу вы сами видели аккумуляторы. Сейчас полный заряд. полный заряд. Хорошо есть два в комплекте. Когда ты пилишь, один перегрелся. Раз положил. Ну это я предполагаю, что он перегрелся. Раз поставил, другой пилишь. Этот остыл. Ну это я предполагаю, что перегрелся. Еще раз повторяю. Надо в жару еще поработать. Попробовать. Ну прикольно. Болгарка, да? Все нормально. Единственное, мне не нравится, что здесь нету сеточек. Все-таки этот абразив будет засасывать в бесщеточный мотор и он долго не прожилет. Да. Общий итог и мое мнение. Что мы имеем? Пластиковые кейсы. Ну это полное... Ну... Хорошим словом не назовешь. Так только для хранения, не для транспортировки, потому что они разломаются и все. Хорошо, когда есть два аккумулятора на болгарку. Мы это все прекрасно видели. Ну и на гайковер. Да. Ну тут, наверное, конечно, нет 6 ампер, но все же. И они все взаимозаменяемые. Ну да, китайские зарядки, которые у... Ну да, 1 ампер в час будет заряжать очень долго. И самое, что не понравилось, это индикатор зарядки батареи. это... Хочет, показывает, хочет, не показывает. Я еще не добился до того, чтобы было, допустим, 3 деления, 2 деления. Одно деление, да, и полный. Все. Поэтому время покажет. А так, я считаю, мне гайковер самым больше понравился. У меня крутит все. Вес, конечно, хороший, но и свои задачи выполняю. Вот такой вот обзорчик. Думайте, сами, решайте сами. Кто у нас тут в коробочке, а? Вась, ты что тут делаешь в коробочке? Коробочник. Я тут такую красоту купил. какие красивые. Я таких меченосцев никогда не встречал. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok